Добрый день! С новостями к этому часу вас готовы познакомить корреспонденты ОРТ Планета в студии Оксана Боричева. Убийство, поражающее жестокостью, произошло на востоке области. В одной из квартир Орска обнаружены тела женщины и ее 4-летней дочери. Известно, что они скончались от ножевых ранений. Трагедия произошла накануне вечером. Тела убитых нашла бабушка, когда вернулась с прогулки со старшим ребенком. По адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа совместно с криминалистами. Они осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Сейчас назначен ряд экспертиз. Один из подозреваемых – сожитель убитой женщины. Его розыском занимается весь личный состав местной полиции. По сообщениям наших орских коллег, накануне трагедии уроженец Азербайджана получил предписание покинуть страну. Межгосударственный авиационный комитет заявил о завершении расследования авиакатастрофы на востоке Оренбургской области, когда близ поселка Саверовка Гайского городского округа рухнул самолет Ан-2 авиакомпании «Лайт-Эйр». В ведомстве подчеркнули, что крушению способствовали неправильная оценка экипажа метеорологических условий по маршруту полета, а также выполнение полета на истинной высоте ниже безопасной. Помимо того, в МАК акцентировали внимание на отсутствие навыков в выполнении полетов по приборам, подчеркнув, что многие проверки проводились формально. Напомним, направлявшийся из Терлитамака в Орск пассажирский самолет Ан-2 потерпел крушение 6 февраля. На борту находилось три человека – пилот и инженер компании «Транснефть». Все они погибли. Квартирный вопрос перерос в судебное разбирательство. Сделка по продаже и покупке жилья обернулась для пенсионерки конфликтом. Причем пострадали в нем обе стороны. Как итог, у разбитого корыта остались все участники сделки. Сложный клубок человеческих историй, юридических тонкостей и фактов пыталась развязать Яна Корчик. Кот Мурчика – 66-летняя пенсионерка, единственная житель трехкомнатной квартиры, которая стала предметом долгих судебных разбирательств. Наталья Материкина хотела поменять свою трешку на двухкомнатную квартиру. Обратилась в риэлторское агентство, клиенты на покупку ее жилья нашлись быстро. Часть денег за квартиру женщина должна была получить по ипотечному кредитованию покупателей. Мне риэлтор Ливанина объяснила, что деньги от Зитьковой я получу только по истечении пяти суток после подписания основного договора. Такой расклад одинокую пенсионерку с ее слов испугал. И уже после подписания предварительного договора и получения аванса, женщина написала отказные письма от заключения сделки. С этого момента история превратилась в череду неожиданных поворотов. Приезжает участковый наш с какой-то женщиной, опять меня сюда вызывают и принудительно заставляют убедить Материкину подписать договор. От такого визита женщина отделалась не просто испугом, а больничной койкой. Однако ситуацию с резким ухудшением здоровья другая страна назвала старым трюком. Забрав себе аванс, Материкина от дальнейших переговоров внезапно отказалась. Покупатели квартиры заподозрили неладное и обратились теперь уже не к участковому, а в суд. Ипотека была одобрена именно под эту квартиру и в кредитном договоре с банком обозначена эта квартира. Нам как бы ничего другого не оставалось, как только идти в суд. Потому что в случае, конечно, отказа мы бы уже такую ипотеку, вот такой процент не получили. В суд также обратились владельцы двухкомнатной квартиры, которую Материкина собиралась приобрести после продажи своей трешки. Эта сделка также оказалась сорванной. Пострадавшей стороной в этой ситуации оказалось и риэлторское агентство. Было принято решение обоюдное расторгнуть данное соглашение, поскольку мы поняли, что Материкин дальше не желает и добровольно сотрудничать, и, соответственно, вообще, в принципе, продавать. Компания осталась без своего вознаграждения, наш агент остался без своего вознаграждения, несмотря на то, что, в принципе, всю работу произвел. Однако суд поставил точку в этом деле – обязать Наталью Материкину заключить договор на продажу своей квартиры. И тут же возникает вопрос, как можно принудить человека расстаться со своим законным имуществом. Как выяснилось, так диктует закон, а именно новая поправка в гражданском кодексе. Если стороны заключают предварительный договор, то в дальнейшем они должны будут заключить основной договор. Если сторона уклоняется от заключения основного договора, то вторая сторона в судебном порядке имеет право принудить к заключению основного договора. В свете поправки гражданского кодекса юристы советуют 10 раз подумать, прежде чем подписать предварительный договор. В противном случае приостановить маховик заключения сделки уже не представится возможным. Но эта законодательная норма не применяется в отношении расписок. Финалом же всей этой катавасии станет решение областного суда по апелляции Натальи Материкиной. Яна Корчика, Игорь Бероев, Новости дня. Если вы столкнулись с мошенниками или вас возмущает равнодушие чиновников, или возникнет коммунальные проблемы, звоните нашим корреспондентам. Они выслышают вашу историю и постараются помочь. Телефон в Оренбурге 720908, код города 3532. В скором времени в Оренбурге появится губернаторский казачий корпус. Министр образования Вячеслав Лабузов рассказал журналистам на пресс-конференции о планах в системе образования региона на 2017 год. Оренбуржия на прошедшем едином государственном экзамене показала хорошие результаты. 600 выпускников по всей области набрали от 97 баллов. Такими показателями может гордиться не каждый регион. Тем не менее, есть предметы, которые вызывают обеспокоенность. Так, в 2022 году обязательным экзаменом будет введен иностранный язык. Но именно разговорная речь педагогов, по словам Вячеслава Лабузова, требует дополнительной подготовки. Также министр образования рассказал об организационных нововведениях. В 2017 в областном центре появится единый центр наблюдения за ЕГЭ. А вот один пункт проведения единого госэкзамена в Бугурусланском районе уберут. Также область готовится выполнить задачи, поставленные федеральным центром. До 2018 года обеспечить сканирование и передачу контрольно-измерительных материалов, не выходя из пунктов проведения экзаменов. Вот мы сейчас над ней работаем. Кстати, федеральный центр нам помогает. 10 миллионов 200 тысяч они выделяют на закупку оборудования. Особое внимание, по словам министра, в 2017 будет уделено подготовке учителей, которые проверяют работы выпускников. Хочу вам сказать откровенно, что с частью учителей, которые проверяли контрольно-измерительные материалы, мы расстанемся. Поскольку при дополнительной нашей проверке выяснилось, что они либо завышали, либо занижали результаты. Также министр образования отметил, что патриотическое воспитание в школах региона за последние несколько лет вышло на новый уровень. В скором времени в областном центре появится губернаторский казачий корпус. К лету следующего года специалисты определятся, где учебное заведение будет находиться и какая категория учащихся там будет. С 1 ноября в России вступил в силу запрет на импорт соли. Соль официально вошла в список продуктов, поставки которых запрещены российскими властями в рамках продовольственного эмбарго, введенного в августе 2014 в отношении США, Украины и стран Евросоюза. До введения эмбарго одним из основных импортеров соли в Россию была Украина, чья продукция составляла почти 50% общего объема импорта. В 2015-м Роспотребнадзор частично приостановил ввоз в Россию украинской соли из-за выявленных несоответствий по качеству. И даже это ограничение дало толчок к развитию российской солевой промышленности. За год производство выросло почти на 41%. Кроме того, отечественные производители начали проекты по строительству, модернизации и расширению производственных мощностей. Летом текущего года губернатор Оренбуржа Юрий Берг направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой приостановить в Россию поставки импортной соли. В сентябре соль была внесена в список запрещенных для импорта продуктов, а с 1 ноября запрет вступил в силу. В связи с этим рост добычи соли в нашем регионе до конца года планируется на уровне 14%. Оренбург присоединился ко всероссийской акции «Ночь искусств-2016». Сегодня музей-библиотеки представит посетителям интересную программу. В Кривическом музее «Ночь искусств» начнется в 17.00. Посетители ждут выставки, мини-спектакль областного театра «Кукол», мультимедийное путешествие по городу, кинолектории, встреча с молодыми поэтами Оренбурга. В библиотеке «Некрупская ночь» начнется в 18.00. Для зрителей выступит театр «Солярис», пройдет показ осенне-зимней коллекции. Вход на «Ночь искусств» свободный. В библиотеке акция закончится в 21.00, в музее в 23.00. Победой «Оренбургской надежды» закончился первый домашний матч нового евросезона. Наши баскетболистки играли с французским клубом. Оренбургская команда вырвала победу из рук соперниц с уверенным отрывом в 10 очков. За игрой следила Яна Корчик. Уже в первом периоде игроки «Надежды» дали понять французским соперницам, кто хозяин на паркете. Даже после серии изматывающих выездных игр «Надежда» уверенно солировала на протяжении всей игры. Центровой Оренбургской команды «Аманда Базоку» исполнила главную партию в первые 6 минут. Счет первого тайма 21-10. Во второй четверти француженки проснулись и пошли в атаку, но «желтобордовые» не подпускали их ближе, чем на 5 очков. К тому времени разогрелись и болельщики. Баскетбол – это интересная игра командная, быстрая. И результативная, самое главное. Не как в футболе. 1-0 и все. Не пропускаем ни одного матча, а ждать только победы. Мы любим «Надежда». «Надежда» – чемпион. В третьем периоде со счетом 12-9. Чуть удачливый был Лиль Вильнев, что только разодурило наших баскетболисток. И уже в финальной четверти «Надежда» не оставила шансов француженкам. Игра закончилась счетом 58-48. И это уже вторая победа «Надежды» в Евролиге 2016-2017. Следующий матч в рамках главного клубного турнира «Старого света» «Желтый бордовый» проведут в гостях с польским полковице. Ближайшая игра на выезде состоится 6 ноября с московским «Динамо». Яна Корчик, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Главный судебный пристав по Оренбургской области Алексей Очкалов сегодня в программе «Обратная связь». Ведущий Александр Сдвижков поговорит с гостем студии об итогах работы службы за этот год и о новых методах взыскания задолженности. Ждем ваших звонков по телефону 43-45-07. Начало программы 19-25. К этому часу все. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске. До встречи в 19.00. Субтитры создавал DimaTorzok